Наш эфир продолжает программу Леона Вайнштейна «Голос здравого смысла». Впрочем, «Голос здравого смысла» звучит в нашем эфире довольно часто, в отличие от всех остальных средств массовой информации нашего замечательного города. Здравствуйте, Леон. Добрый день. Я не знаю, радиослушатели у нас довольно образованы, хотя женщина, которая задала этот вопрос, говорит, я старая тетка, ничего не соображаю, не образована. Скажите мне, как это может быть объявить импичмент президенту, который уже президентом не является, а является гражданином Соединенных Штатов Америки? Это хороший вопрос, потому что этим же вопросом задались на самом деле большинство юристов американских и просто людей, у которых есть немножко головы осталось на плечах, и голова у них не только для отношения шапки. Импичмент, процесс импичмента, сама, так сказать, как это прописано во всех конституциях и законах США на базе конституции, это процесс освобождения должностного лица от его должностных обязанностей. Вот если, так сказать, Байден или там Камала Харрис или кто еще сменят Трампа в Белом доме и 20-го числа в 12 часов 0-1 минуту по полудни поднимут руку и скажут, так сказать, «Айду», то в этот момент Трамп, на самом деле даже они не сделают этого, Трамп в этот момент, у него заканчивается контракт, у него контракт был подписан ровно на 4 года, и он больше не президент, если только он, не он, поднимет эту руку и не скажет, «Айду». Поэтому совершенно непонятно, что значит его импич, какой должности они пытаются его лишить. И вообще вся эта история, конечно, придумана совершенно не для того, чтобы его убрать с президентства, полный бред, да зачем кого-то убирать с президентства, он через 7 дней и так уходит, правильно, да? Вот. А придумана она с тем, чтобы каким-то образом так юридически замарать его имя, псевдоимпичментом, какими-то гонениями, какими-то утверждениями, что он там террорист, там, так сказать, я не знаю, какой-нибудь там доместик-террорист или что это еще такое, каким-то образом сделать так, чтобы Трамп не смог консолидировать вокруг себя большое количество своих сторонников после того, как он уходит из, как бы, так сказать, с президентства, да? Потому что вот на сегодняшний день ситуация следующая. Будем считать, что, так сказать, вот 20-го, там, Байден, Шмайден, не знаю кто, но, так сказать, самим президентом. А конгресс, обе палаты, и нижняя палата, и верхняя сенат, они в руках демократов. Значит, у сената 50 на 50, но вице-президент, когда есть одинаковое количество голосов, имеет право дать свой голос, и понятно, что Камала Харрис не будет давать свой голос за, там, республикацию. Итого, у них есть сенат, у них есть нижняя палата, у них есть Белый дом, у них есть 100% прессы, потому что те, которые там и нет, их сейчас задавят. То есть, по крайней мере, им не дадут никакой... Все у нас построено было на том, что вот поле, в котором распространяется информация, скажем, социальные всякие сети, сервера, которые там обеспечивали их, договора между там различными компаниями о передаче информации, там, поиске информации и тому подобное, там, Google, Facebook и тому подобное, и т.д. Да, я уже три раза сказал тому подобное, извиняюсь. Они дают возможность любой организации доносить свою информацию до, так сказать, того количества сторонников, которых они доберут, там, или слушателей, которых они доберут. За исключением тех случаев, когда они призывали, скажем так, к убийствам, или говорили что-то, что абсолютно незаконно, можно было подать, так сказать, можно было либо просто убрать, либо подать на них в суд, и суд бы тогда убрал, и, конечно, так сказать, вот так оно и есть. Или сказал бы о каком-нибудь там Google, так сказать, убирай, потому что эти люди, они совершают преступления с точки зрения американского закона. Так вот, значит, когда больше не осталось никаких возможностей доносить информацию до людей, если эта информация не нравится руководству Google, руководству Twitter'а и руководству Facebook'а, а они явно совершенно, так сказать, вместе содействуют, это называется уже даже не монополия, а называется просто синдикат монополистов. То есть, в законе США, опять же, прописано, что это абсолютно крайне запрещено, это сажают, должны сажать людей на долгое время. Я против такой монополии, там, скажем, там, где туфли или там, где, так сказать, я не знаю, там гвозди, потому что, ну, неважно почему, там, там в такой монополии называется натуральная монополия, побеждает тот, у кого самые дешевые гвозди, самые лучшие и по самой хорошей цене, и самые удобные, легко поменять их, если что, и тому подобное. А как только у него становятся не самые лучшие гвозди, или по самой высокой цене, то кто-то другой начинает быстро-быстро поставлять свои гвозди. Так что такая монополия окей, с моей точки зрения. А монополия на власть или монополия на информацию, эти монополии абсолютно должны быть запрещены, потому что единственное, кто может действительно нести нам урон, это власть, особенно если эта власть совместилась вместе с почтой, телеграфом, телефоном. И вот у нас как раз та ситуация, при которой де-факто власть, то есть люди, у которых огромные деньги, может быть слитые даже с деньгами из-за границы, типа Ирана, Китая и тому подобное, может быть своих хватает. Люди, которых мы называем фашисты, глобалисты, социалисты и тому подобное, они слились вместе с средствами массовой информации, как я уже говорил, с вот этим полем распространения информации социальными сетями. И вот сейчас к ним присоединились все ветки в американской власть, и они теперь могут делать, чего они хотят и как они хотят. И вот в этой ситуации совершенно непонятно, как жить свободе, свободе слова. Как вы, я думаю, заметили, ее нас уже лишили. Не лишают или лишат, а уже лишили. Вот это вот последнее, что позволяет, это чтобы мы болтали на каких-то языках. Скажем, на русском или на иранском, или на партии, на каком-то еще, болтали, вот как мы вот сейчас вот это делаем. В тот момент, когда они разберутся со своими, которые поближе, да, сначала разобрались там с Fox News, так сказать, новостной частью. Разберутся там через 3-4-5-6 месяцев с тем же Fox, с теми людьми, которые остались там и пытаются что-то говорить. Разберутся со всеми остальными, об этом дойдут до нас и будут разбираться с нами. Вот ситуация на сегодняшний день так прелестно в Соединенных Штатах Америки, что она напоминает мне, ну, скажем так сказать, там какие-то там 30-е годы в России или строительство фашизма в Германии. По строю мы, конечно, строим фашизм, а не там социализм коммунистического толка. А по методике мы абсолютно делаем все то же самое, что делали в Румынии, в Северной Корее. Изначально в таких странах, как Судан. Ну, в общем, хороший третий мир, в котором вот чего хозяева хотят, хозяева хотят, то мы и будем знать и делать. Потому что если мы не будем подчиняться этому, то нас будут выгонять с работы, как выгоняют сейчас людей, которые поехали просто поддержать президента в Вашингтон. Значит, даже если бы они что-то там разбили и прочее, и то до того, в течение шести месяцев отряды хунвейбинов, которых называли там по-разному, БЛМ или там, как это, Антифа, там что-то еще. Хорошее название. Антифашисты. А что они такого сделали антифашисты? А они так названы. Вот почему. Значит, на сегодняшний день никому, кто избивает и убивает, убито количество полицейских достаточно, да, убитие евреев Бруклина, там, разбитые синагоги, разрушенные школы в Лос-Анджелесе, кто это делает, им честь и хвала. Более того, Камала Харрис собирает деньги на то, чтобы выкупить их, если, не дай бог, их случайно арестовали, какой-нибудь там нехороший полицейский, сдуру, значит. Если он не понимает, что наших арестовывать нельзя, то, значит, сначала их выкупают, а потом этого полицейского выгоняют с работы. А как только ты приезжаешь просто политически поддержать президента, то тебя выгоняют с работы. Вот полицейский один, скажем, в Сиэтле, если не ошибаюсь, он, может, в Портленде, он поехал в свой выходной день не в форме, но кто-то из знакомых увидел его, простучал в полицию и простучал в газеты, и сразу же поднялась Буча, его уволили, а сейчас в Портленде создана комиссия из трех человек, знаменитые тройки, помните, которая будет заниматься выявлением по доносам трудящихся, выявлением, а кто же ездил в Вашингтон, а кто же принимал участие, а кто вообще выступал, а кто ставил знак Трампа у себя на бэкьярде сзади, да. И все эти будут делаться списки, а потом будет решаться, кого выгонять с работы, а кого требовать от компаний, чтобы они их выгнали, и требовать от других компаний, чтобы они их никогда на работу не принимали. Вот такое очаровательное у нас сейчас происходит время, у нас такое сейчас есть в Соединенных Штатах Америки, в которых мы живем, и которую мы назвали своей родиной страной, в которую мы выбрали, и в которой там просто, так сказать, по дороге, что называется, так сказать, из Синая в, не знаю, куда, так сказать, на Камчатку, да, остановились на секунду, и там родились. А то, куда мы решили поехать, поехали, получали удовольствие от этого, пили, что называется, каждый раз, когда собирались вместе, один, то за великую страну, которая нас пустила, спасибо ей большое. Вот то, что происходит сейчас, это трагедия. Я сегодня уже упоминал и тройки особого назначения, или особые тройки, так называемые, потому что я в соцсетях вижу людей, которые испытывают телячий восторг по поводу того, что от Трампа отовсюду, так сказать, исключили, не дают возможности там общаться, мало того, и празднуют импичмент. Так вот, процедура, которую мы называем импичментом, которая проходила на днях в Вашингтоне, напомнила мне как раз эти особые тройки, то есть тройка выполняла функцию прокурора, судьи и исполнителя приговора. И вот, если мы вернемся к этому импичменту, который последний, он проходил именно так. То есть не было никаких слушаний, не было никаких свидетельских показаний, обвиняемый был лишен возможности защищать себя. Просто выступали обезумевшие от ненависти к Трампу демократы, некоторые республиканцы, республиканцы какие-то там, в частности Джин Джордан пытался объяснить, Мэтт Гейтс выступил, что то, что происходит, это безумие. Но фактически то, что происходило, это происходило решение вот такой тройки. Они прокуроры, они судьи, они исполнители. Они вынесли ему обвинение, которое зиждется на их личном отношении к президенту Трампу. Ну, да, я, так сказать, не ну, а да, сто процентов. К этому я могу добавить следующее. Вчера звонит приятельница, не со мной разговаривала, правда, с женой, и говорит ей, знаешь, вот такая вот женщина в Лос-Анджелесе, которая бывала у вас в гостях там когда-то, у нее на страничке на Фейсбуке идет серьезное обсуждение о том, куда доносить на Леона, меня, для того, чтобы его точно посадили и высказывались идеи, что, может быть, коллективное письмо написать, может быть, каждому написать по письму с количеством писем хорошо. Кто-то спрашивал, куда надо писать, они говорили, ну, обязательно в Фейсбук, там, туда-сюда. Кто-то сказал, а, значит, ФБР, так сказать, надо писать или нет, конечно, обязательно надо поискать, кому писать и тому подобное. И все это делалось не потому, что я, так сказать, изнасиловал малолетнего ребенка или там шашкой разрубил на полицейского или там кого-то еще. Это делалось даже не потому, что я вышел на улицу или где-то кричал там, так сказать, все черные там плохие, а все белые хорошие. А это делалось потому, что они не согласны с моими политическими взглядами, их раздражает, что я их достаточно хорошо высказываю, аргументирован, там, тому подобное. И люди меня слушают и начинают мне верить. Вот за это они считали, надо меня посадить в тюрьму, потому что если я убегу куда-то, так сказать, то я могу это же самое делать и за границей. Вот меня не поразило, на самом деле, что нашлись такие люди, меня поразило, как много их нашлось. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Уважаемый Леон, скажите, пожалуйста, на все вот эти безобразия, если, допустим, человек пострадал, ну, его уволили с работы, или там, ну, как сказать, ему не дают спокойно жить, и жизнь постоянно его третирует. Можно ли подать на это в суд? Запросто, конечно. Только, а где вы найдете этот суд? В Зимбабве? Ну, я имею в виду американский. Примут ли они, или точно так же откажут, как отказали президенту? Ну, 60 исков было подано, и ни один суд, ни один иск не решился рассмотреть. Они не сказали, принесите нам ваши доказательства, и, значит, мы давайте, так сказать, встретимся, и мы даже перед тем, как будут заседания, встретимся, так сказать, с другой стороной, и посмотрим, есть в этом что-то или нет, и решим принимать все это или нет. Они сказали, нет, вот, на основании того, что мы прочли, ничего у вас нету. Так как, вы же ничего не видели, ни одного доказательства, это не имеет никакого значения. Нету доказательств. А как же таки можно бороться со всем? То есть, можно бороться, наверное, и мы это будем делать обязательно. Сейчас мы все находим в состоянии шока, мы не понимаем, что будет, не понимаем, как это будет все происходить. Вот как, я не хочу сейчас начать говорить, потому что сам еще не знаю, какие-то идеи бродят. Ну, то, что называется grassroots, надо начинать строить все. Вы знаете, вот, в ответ на ваш вопрос, кончилась республиканская партия, либо она должна вычистить из своих рядов, переизбрать, вычистить, не знаю, выкинуть, всех тех людей, которые, там, 10-10 членов Конгресса, которые голосовали за импичмент Трампа. 10 членов, представителей народа от республиканских округов голосовали, чтобы импич Трампа за что-то, что он не делал, что не было доказано, что не было приведено свидетелей, что не было защиты. И никоим образом, никоим образом не отличалось от «я тебя не люблю, у тебя рожа кривая», «Васька, где мой наган? Давай, стрельни в него, или я бы его стрельну». Вот и все. Вот все, что было сказано, мы сейчас будем стрелять и убьем тебя, потому что ты нам не нравишься. А Леона Вайнстайна, давайте посадим в тюрьму, потому что он слишком хорошо разговаривает. У него очень убедительно получается, поэтому, значит, вот давайте мы напишем на него донос, чтобы его упекли. И куда я буду жаловаться? И вообще, к кому я буду жаловаться? Судья сам в состоянии паники. Судья не идиоты, они понимают, что мы в плохо развитом фашизме находимся. Понимаете? Это еще не 1937 год, 1937 год – это уже результат фашизма. Это начет 1932-1933, если говорить о Советском Союзе, либо какие-нибудь там, наверное, тоже самое. Это 2003-1935 год в Германии, когда все это просто бурлило, поднималось. Когда те, кто искал, как дать людям что-то, они не работают, не зарабатывают, как дать, значит, пришла обычная мысль. Давайте найдем группу людей, выделим ее, скажем, что они плохие. Их посадим, убьем, вышлем или что-то еще, заберем их имущество и раздадим. И временно наши, те, кто за нас, будут невероятно рады. Мы абсолютно правы. В дискуссии левые не могут выиграть умы населения. Единственная возможность победить – это заткнуть рот противоположной стороне. И они используют для этого любые цели, любые средства, любые методы. Конечно, возникает сразу же мысль о том, каким образом Джек Дарси, руководство Apple, руководство Google с тем же сыном иммигрантов, Сергеем Брином. То, что сын иммигрантов ничего не значит, он учился здесь и прошел университет здесь, он абсолютно американский человек. Но, тем не менее, все-таки хоть как-то в семье могли что-то рассказывать. Человек неглупый. Вот как эти все люди, как их уговорили, абсолютно не верю, что кому-то выламывали руки. У них слишком много денег, слишком много влияния, слишком много своих в кармане, карманных представителей в Конгрессе и в Сенате, свои губернаторы и тому подобное. Когда у тебя есть состояние в 100 миллиардов долларов, то тебе прислуживают. Прислуживают практически на любом уровне. Значит, какая-то идея их захватила. Эта идея, естественно, легла уже на то, что у них было в голове в университетах. Даже если ты не доучился в этом университете, ты все равно был в этом кругу, в этой тусовке, в этом, так сказать, желании все разрушить, а потом, может быть, когда-нибудь построить. А, значит, что их захватило, почему? Я уверен, что идея, она, конечно, очень хорошая. Без того, чтобы подумать дальше, что будет происходить. Но идея типа того, что давайте прекратим все войны на земном шаре. Давайте прекратим голод на земном шаре. Давайте прекратим на земном шаре вырубку лесов и повернем вспять океаны или там что-нибудь еще. Там реки вспять поворачивали свое время. Сейчас океан. Что-то у нас, похоже, подвисает немножко интернет. И, повторяю, и ложащаяся на их представление мира, вот это вот и могло привести к тому, что они просто не понимают. Они считают, что мы, те, кто там за Трампа, да, ну, с Трампом очень условно. Он просто выражал наши же интересы. То есть мы за индивидуализм, за Америку, за наших детей, за право нас строить, что называется, зарабатывать, тратить эти деньги, как мы хотим, или какой-то дядя хочет. Вот они, этих людей, они считают плохими, ужасными, врагами, потому что мы всего этого хотим почему-то. А раз мы плохие, то с их точки зрения, ну, цель, оправдывает средство. В конце концов, поступимся мы немножко, так сказать, правом людей на слово. Будем его применять не как свободу слова, а как свободу слова, которое нам нравится. И из этого они исходят. Это они считают, у них какие-то, если какая-то ищет, какие-то потрясающие цели. И ради этих целей они, собственно, как вот часть тех людей, которые вместе с Лениным строили новое государство. Там, ну, понятно, что, так сказать, эти Ленин, Сталин и прочее, и прочее, ничем они не были заражены. Они просто были бандюгами с большой дороги, которые подхватили идею, поняли, что может дурить народ на этом. Но налет-то задурили. Опять же, тоже студент, молодежь, студенчество, юнкера даже. Люди, которые пошли, смотрите, Блок, поэт Блок, был первым министром культуры в Советской России, как она там в этот момент называлась. Значит, Маяковский, там, все остальные писали стихи о том, что, значит, наступит новое время, ура, наконец-то, там, без царя, мы сами будем. А потом, когда они поняли, куда они влипли за 2-3 года, то они вдруг сами стали кончить жизнь самоубийством, хотя, ну, совершенно не собирались этого делать. Один с другим, там, Мирхольд тот же, Есенин. Вот, поэтому, когда приходит прозрение, а оно приходит в какой-то момент у талантливых людей, обычно уже поздно. Вот, они, они, под они, я имею в виду те, кто, те дьяволы-искусители, если мифологически разговаривать, да, нашли потрясающий какой-то ход, которым им удалось, вот, тех, кто мог объединиться и оставить нас без защиты, объединить их и оставить нас без защиты. Знаете, вы абсолютно правы, что, скажем, руководители больших корпораций, в том числе и Big Tech, так называемый, Безусловно, исповедуют левую идею. Но я думаю, что немалую роль в их поведении играет чисто шкурный интерес. Давайте на примере любой корпорации разберем. Многие из них делают колоссальные деньги, причем на китайском рынке. В чем заключается, скажем, функция руководителя корпорации? Чтобы расширить рынок, чтобы прибыль росла, чтобы он получил там многомиллионные бонусы. Вот это вот смысл его жизни. Ни для кого не секрет, что Трамп боролся за возвращение бизнесов, в том числе и корпораций, назад в Америку. Условия в Америке гораздо сложнее, чем, скажем, в Китае. Во-первых, несмотря на то, что Трамп отменил целую кучу регуляций, которые убивали бизнес, все равно тут у нас есть профсоюзы, тут у нас есть регуляции, тут у нас есть местные губернаторы и так далее. Но и таким образом он нажил себе врагов среди больших корпораций, будь то финансовые институты, будь то Уолл-стрит, будь то Apple, Google и так далее. То есть, но со сменой администрации они понимают, что перед ними открываются просто широчайшие возможности. Они, Байден не скрывает, так сказать, своих настроений по этому поводу. Ну и потом есть большие сомнения по поводу его нескомпрометированности китайцами, как мне кажется. То есть, руководители корпораций видят широкие возможности, что в Китае все-таки огромный рынок, благодаря тому, что они воровали технологии пиратским способом и так, и так, и так, у них начинает расти экономика довольно устойчиво. Поэтому большие корпорации в лице Трампа нашли врага. Мало того, военно-промышленный комплекс видит в лице Трампа врага, потому что Трамп не начинает войны. А если нет войн, значит, военно-промышленный комплекс не делает колоссальные деньги. Значит, политики, которые, будь то республиканцы, будь то демократы, которые так или иначе связаны с военно-промышленным комплексом и кормятся оттуда, они, конечно же, может быть, слух не высказывается, но они видят в Трампе врага. То есть, такая довольно широкая коалиция собралась. И здесь присутствуют шкурные интересы, чисто шкурные интересы. Да, кстати. Я согласен с этим. Дело в том, что этого было бы недостаточно. То есть, я еще могу сказать, что Big Pharma против Трампа, который... Трамп вообще, это, по-моему, первый президент. Я, честно говоря, про Ригана в этом смысле не знаю. Но, по крайней мере, после него, это первый президент, который действительно пытался улучшить жизнь, не на словах, а в действительности, у так называемого обыкновенного американца. Я причисляю себя к этим же самым, так сказать, обыкновенным американцам. Все, что называется, все работающие люди, работающие люди, да, малый бизнес, там, средний бизнес, и того подобного, и все нормальные американцы. Вот, впервые за... Я там, я 50 лет тому назад уехал со 49 из Советского Союза. А я провел 10-11 лет в Израиле, потом приехал, начал болтаться по Америке, по Европе, туда-сюда. Считается, с 84-го я, как бы, так сказать, болтаюсь здесь. Потом осел в Лос-Анджелесе. Так вот, я не помню, не с того момента, как я уехал из Советского Союза, чтобы кто-то действительно делал какие-то серьезные шаги в ущерб производителям, в ущерб финансистам, в ущерб крупному бизнесу, чтобы он, она делали хорошо, выгодно и тому подобное для вот этого маленького человека. Значит, что делал Трамп? Он перевернул закупочные планы, значит, США, государства, там, армии и тому подобное в фармацевтической промышленности. Что заставило их, ничего уже сделать они не могут. Они должны были стремительно понизить цены. Они делали невероятные барыши здесь. Значит, они, естественно, все возненавидели Трампа, да. Значит, военно-промышленный комплекс, ты совершенно прав. А мы поставили оружие, получили свои миллиарды. Вот летают эти самолеты, их никто не сбивает, их не нужно усовершенствовать, их не нужно модернизировать. Ну, там нужно, ну, тихонечко, зачем их там срочно менять, да. А если идет постоянная бойня где-то, то народ требует, чтобы наша армия... Трамп сделал так. Он перевооружил армию, довел ее до состояния, чтобы она была лучшая армия в мире, самая большая, намного самая лучшая, самая модерновая, там, и т.д., и т.п. И сказал, ребята, а теперь я забираю по всему миру базы, возвращаю обратно людей из, там, всяких горячих точек и тому подобное. Потому что мы шли туда на 6 месяцев, а уже 19 лет там сидим и не собираемся уходить. Это бред. Мы просто так тратим деньги. Значит, что нет конфликтов, нет у генералов или, там, полковников, возможность заслужиться на генералов. Как это сделать? А капитан не сможет стать полковником. Значит, все очень плохо. То есть, внутри бурлит вот это вот желание пойти куда-то отличиться, получить расположение, значит, командира и продвинуться. Значит, опять, извиняюсь, я все-то зачесалось где-то в носу. Обязательно надо будет выпить сегодня вечером, я так думаю. Чего-нибудь, по крайней мере. Значит, уже мы обнаружили два огромных слоя людей, которые очень хотят, чтобы Трамп ушел. Третий слой людей – это политики. Они и то, и то, и другое масти. И республиканцы, и демократы. Значит, во-первых, они шли сразу же после того, как их не выбирали, они шли в ломбисты. Значит, Трамп уже провел, и провел бы еще более жесткие законы, связанные с ломбированием. Когда он пришел к власти, он тут же запретил людям, которые идут в федеральные какие-то службы, потом идти ломбировать. А это было то основное, на чем они зарабатывали деньги. Они сначала связи набирали за 3-4-5 лет, что они сидели в правительстве. Потом шли в какую-то крупную юридическую лоббистскую фирму. Получали миллионы за то, что они эти связи пользовали. И люди, сидя в государстве, в управлении, делали им все, что надо, потому что понимали, что когда им надо будет идти, что называется, на пенсию, то их возьмут в эту же фирму за эти же миллионы, потому что они уже так много понаделали услуг. То, что Обама. Обама, 2 миллиона или 6 миллионов долларов у него общей сложности было, когда он ушел из Белого дома. Ох, смотри, 100 миллионов долларов вдруг пришло в качестве авансов за две книги и за какие-то телевизионные серии, которые он с Мишель будут делать. 100 миллионов долларов пришло. Ну что, просто так они пришли. Значит, он что-то такое авансом сделал людям. Такое, чтобы они потом захотели с ним расплатиться. Захотели, так сказать. Это, что называется, так принято в мире. Кроме того, нормальное питание, подпитка, скажем, и республиканских, и демократических политиков от богатых всяких людей в их штатах, в их кругах, которые говорили, ты нам протащи вот это, а я возьму твою дочку или твоего кого-то самого на совершенно сумасшедшую зарплату в 350 тысяч долларов, хотя он стоит 15 долларов в час. Или расплачивались просто нагло деньгами, закладывая какие-то места, в которых не видно, кому они принадлежат. То есть, огромное количество политиков перепугалось тому, что их болото, как он его называет, называемого номенклатура, авгиево-конюшни, как угодно. Вот еще группа народа, которая ненавидит его. Бюрократия, номенклатура и бюрократия – это разные вещи. Бюрократия, если вы знаете, что в Вашингтоне 94% населения голосует город Вашингтон. Голосуют за демократов всегда. Потому что много демократов правят, увеличивается количество денег и количество рабочих мест среди бюрократии. Приходят республиканцы, куда бедно, все-таки уменьшается. Пришел Трамп и стало уменьшаться со страшной силой. Он просто сказал, не нанимайте новых, точка. Вам нужно в Белый дом нанять 324 человека. Зачем, говорит Трамп, рейста хватает? Как же, вы же не будете в этом? Будем, просто будет лучше работать человек. Белый дом каждый месяц, не помню, 15 миллионов экономил, 20 миллионов, я не помню сейчас точные цифры. Все время его требовали, что он набрал туда людей. А он говорит, да не нужны они мне, зачем? Они болтались под ногами. Трамп сделал врагов из огромного числа людей. При этом, почему он это делал? Потому, что он старался для нас с вами сделать хорошо. Он для Америки, для той Америки, которая рабочая, которая платит налоги, которая... Кто-то верит в Бога, а кто-то не верит, неважно. Но, тем не менее, мы моралью заражены той, которая написана в 10 заповедях, которая присуща иудо-христианскому. Если даже не веришь в этого Бога, все равно не убей, не возжелай, не укради и тому подобное. Есть основа принципа наших отношений с людьми и с другими. Вот ради вот этой Америки, ради того, чтобы у нее не отнимали денег, чтобы дали ей возможность распоряжаться своей жизнью, как она хочет. Ради того, чтобы на них не навешивали новые... Придумывали каждый день по 500 новых правил. У меня приятельница Сипей, она за 8 лет правления Обамы, она говорит, это просто ужас. Каждые полгода нас собирают на семинары и дают нам 100, 200, 300, 500 новых правил. И выучить их невозможно. Ты все время... Как в России, вот в новой. Ты все, что ты делаешь, ты понимаешь, что ты нарушаешь какой-то закон или какое-то правило. Но ты ничего сделать не можешь. Вот этот ужас, оно, так сказать, все вместе, вместе с ненавистью, которые возникали в результате того, что лугала постоянно пресса, вот это вот и создала тут вал. Я не говорю, что они выиграли выборы. Я просто говорю, что даже если голосовало 70 миллионов, 50 миллионов за полутруп, который мы зовем Байденом, да? Без идей, без энтузиазма, без... Мы ничего не понимаем, что он будет делать. Мы только понимаем, что он вроде бы собирается восстанавливать то, что делал Обама. А как это можно восстанавливать, когда у тебя главный идеолог – это Берни Сандерс? Я не понимаю, как это все может быть. Значит, сейчас то, что набрали правительство, называемое Белый дом, с моей точки зрения, это чистое-чистое опускание пыли в воздух. Потому что, вот смотрите, мы никого страшного не взяли. Потом, значит... Иван, я должен... По состоянию здоровья я даю Байдену от одного часа до двух лет. Вот он, значит, в течение... Я объясню, два года и один день есть определенный срок. В этом смысл в этом есть. Значит, Камала тогда сможет у нас не восемь лет быть, а десять лет управлять государством. Если она будет, так сказать, один свой срок, на один день меньше, чем полсрока. Значит, когда он уйдет, вот как только он уходит, то она уже прибавит другую команду, правильно? Да, да. И эта команда, думаете, будет вот та самая, которая была у Обамы. Это страшно. Эта команда страшна. Но то, что может привести с собой Камала... Знаете, я молюсь Богу, чтобы и она, и ее люди оказались ворами. Да. Потому что самое страшное будет, если они окажутся идеологами. Вот вор, я понимаю, он нам очень плохо сделает в стране, он будет прогибаться во все стороны, лишь бы в его карман сыпались сейчас или потом деньги. Вот как еще раз Обаме 100 миллионов долларов взяли и упали в карман просто так, да? Клинтон же сейчас стоит сколько там? 300 миллионов. И то, что мы знаем. Вообще, по слухам, она почти такая же богатая, как Путин. Ну, конечно, не так, как Путин. Ну, почти так же. Вот. Так вот, если Камала будет на это, то мы выживем, ребята, мы выживем. Если окажется, что они идеологи, и они пытаются идеологически перестроить Америку и сделать из нее концлагерь, вот это вот будет кошмар. Мы сделаем перерыв, мы обязаны просто сделать перерыв. Буквально через пару минут вернемся и продолжим. Возвращаемся в программу Леона Вайнштейна «Голос здравого смысла». Напомню, телефон в студии 847-400-5200. Были попытки позвониться, но мне не было возможности прервать Леона, потому что вещи, о которых он говорит, они абсолютно ошарашивающие, но, тем не менее, это вещи очевидные. Это действительно то, что происходит у нас на глазах. 847-400-5200. Еще одна тема интересная – влияние Китая. Тут Такер Каллсон как-то в одном из шоу показал видео, в котором один официальный китаец выступает перед довольно широкой аудиторией молодых китайцев. И, правда, он сказал, я не могу назвать имена, потому что это политика, но, тем не менее, говорил о том, что у них есть друзья в Соединенных Штатах Америки, а занимающие высокие посты в финансовых институтах, мало того, в руководстве на самом высоком уровне. И тут мне на ум приходят деятели из вашего штата. Ну, то есть там Уолл-стрит, понятно, но вот когда речь идет о политиках, мне приходят на ум деятели из штата Калифорния, такие как Эрикс Уолвейл, такие как Дайан Файнстайн, такие как бывший сенатор Барбара Бакстер, которая в свое время даже зарегистрировалась как иностранный агент, работающий, представляющий интересы китайской фирмы, связанной с Агентством Национальной Безопасности Китая или со спецслужбами Китая, занимающиеся там сурвейвл, в общем, и так далее. В последнее время, когда это стало достоянием гласности, она разрегистрировалась. Особенно поражаю этот скандал с Эриком Уолвейл, которого китайцы, по сути дела, на китайские деньги, из рядового там члена городского совета, полоумного, сделали конгрессменом, мало того, назначили его в комитет по разведке, и когда этот скандал всплыл, и республиканцы потребовали, захотево убрать из этого комитета, Пелоси назначил его менеджером по импичменту. Так вот, говоря о влиянии Китая. Да, это, конечно, очень смешно. Да. Господа, то, что у нас явно много лет идет серьезное влияние других стран на наши выборы, и только в момент выборов, а и до того, как только что Сережа рассказывал, не вызывает ни у кого никакого сомнения. Уже сейчас начинаешь думать, что вся эта история с Россией была проплачена, возможно, китайскими деньгами, чтобы просто они удачно сказали, «О, интересно, а ну-ка давайте направим усилие в эту сторону, чтобы на нас не смотрели». Я сейчас не к тому, что Путин хороший и пушистый. Точно так же он хочет, чтобы в Америке было плохо, а что такое в Америке плохо, это чтобы нам всем было плохо. Но, по большому счету, такое вмешательство, которое мы сегодня уже видим, это не под силу России, у нее денег нет. У кого есть деньги, это у Китая. И кто хотел бы, основной наш, мы по большому счету с Россией не соперники на международном рынке, у них ни сил, ни возможности, ни производства, ничего нет такого. А ракеты запускают, ну, там, шут Путин показал, как его ракета летит там куда-то и попадает прямо в Мар-А-Лага, где живет президент в этом самом доме, в этом самом доме президента во Флориде. Ну, это чисто шутовство такое, так сказать. Вот, можно посмеяться по этому поводу, у них ни науки давно нет, ни... А вот это они сделали, самое лучшее в мире. Ничего произвести не можем, а вот это вот производят потрясающе совершенно. А давно все ученые оттуда уехали. Все это разработка с 70-х годов, которые давно уже у людей, так сказать, уже шестое, седьмое, восьмое поколение. Вот, так вот, по сравнению с Россией, Китай – это огромная, серьезная, так сказать, сила, которая планирует, и у них серьезное планирование идет на много лет, там, может, десятки, не знаю, там, насчет сотен, но десятки лет вперед. Они пытаются разыгрывать это с исконечными задачами, которые они ставят. Они, так сказать, как я понимаю, все время, так сказать, пытаются скоординировать курс. Денег у них, что называется, куры не клюют, сколько угодно. Поэтому для тех, кто достаточно легко на эти деньги покупается, сколько профессоров в Среднешатах Америки получали гранты от армии, делали на эти гранты что-то, а потом первые, кому они посылали результат своей работы, это были китайцы. Значит, то есть, купить, наверное, можно, ну, почти любого человека, да? Наверное. Я не знаю, меня, так сказать, не пробовали покупать. Я надеюсь, что не будут, потому что очень не хочется вот выяснить, что и тебя можно купить. Надеюсь, что нет. Так вот, мы сейчас живем в момент, когда нам что-то такое строит, нам непонятно, что это. Понятно, что глобалисты к этому какое-то имеют отношение, понятно, что Китай к этому имеет какое-то отношение. Понятно, что у них, может быть, у каждого из них есть своя какая-то цель, а они забывают об этом сказать друг другу. Например, у Китая цель совершенно не глобализм под управлением там Шваба и не знаю, там, кого еще там, Брина. Но они делают вид, что они все вместе и все помогают друг другу. Это все пока что они борются с врагом, которого они считают враг. Это не Трамп, враг это вот эти 70 с лишним миллионов человек, которые производят блага и которые составляют скелет американской нации. Бэкбонд, так сказать. Красивее звучит, чем слово скелет. Их надо не просто доить и стричь, их надо теперь поставить в стойло с помощью, ну, скажем, запрета выходить на улицу, запрета встречаться больше, чем шесть человек, запрета ходить в рестораны и там сидеть за одним столиком больше, чем шесть человек, запрета на выходы на улицы и что-то демонстрировать, мы будем вас сажать. Люди пошли демонстрировать в Вашингтонах, сейчас за это сажают, выполняются работы, выгоняются работы. Зачем это делают? Делают то, чтобы мы больше этого не делали, чтобы каждый человек, который, которому говорят, пошли на демонстрацию, думал, у меня надо кормить детей, мне надо платить морганг, меня завтра выгонят за это с работы, лучше я не пойду, лучше я пересижу, то пошли они все подальше. То есть, нас пытаются ввести в состояние, при котором мы сидим с Тами по стойлам, молчим, мы знаем, что наши телефоны, наши телевизоры, наши GPS ловят любые, так сказать, звуки, любое движение и докладывают о нас, что называется, куда она. Там это куда надо давно, не 300 КГБшников, которые пьяные, и поэтому не могут делать нормальную свою работу, а это Artificial Intelligence, AI, которая делает работу 24-7, делает работу потрясающую, ни секунды не останавливается, и умудряется, что называется, в уме анализировать миллионы, если не миллиарды фактов, и выдавать заключение, значит, а просто вы даже не надо никому говорить ничего, просто сжигается красная лампочка, и воронок, или там, пусть на воронке будет написано Амазон, а не хлеб, как это делалось, так сказать, в России хлеб писали, да, в Совем Союзе, здесь будет писать Амазон, он будет выезжать и забирать нас под утро из наших домов, а пистолеты, так сказать, и прочее оружие у нас уже отнимут к этому времени, я так понимаю, что это и есть мечта вот этих людей, а потом они начнут друг с другом драться, Китай будет драться с глобалистами, а глобалисты будут драться друг с другом, а каждый из них за самый большой кусок мяса, потом они будут бегать к Китаю и говорить, я сдам остальную половину, если ты дашь мне возможность править, ну, такой Иван Калита и татарское нашествие, ну, все это проходили, господа, все проходили, так сказать, в Библии все написано, это много раз, так что все возвращается на круги своя, единственная разница, две разницы, я раньше думал, что есть одна разница, а сейчас вижу две, единственная раньше разница была, что вместо копья там и стрел, и меча, который может было там, ну, если очень постараться 20 человек убить, если ты очень хороший боец, а они практически не сопротивляются, а потом такой усталый, что да вы идти, отсыпаться, то этот же человек может нажать на кнопку и сказать, ух, черт, ну, ладно, бог с ней с этой Голландии, да, и пойти все это спокойно, так сказать, на ланч, дальше, а потом сказать, а, Бельгию, может, я по Бельгии тоже трах, нажать на еще одну кнопку, это первая разница, а вторая разница в том, что сегодня они не просто следят за нами, они знают, о чем мы думаем, вот я перед выключенным телефоном сказал такую отчетливо по-английски фразу, меня интересует купить дом Норс-Каролайна в районе такой-то суммы денег, и выключил. 14 минут у меня на Фейсбуке появилось предложение домов в Норс-Каролайна вот в таких ценах, 14 минут у меня на Фейсбуке появилось, а Фейсбук ни о каком отношении не имеет к прослушке моего телефона, этим занимается Apple, а дальше передачей информации занимается Google, а кто уже, так сказать, дальше меня доставил, это был Фейсбук, то есть все эти три команды связаны друг с другом, чтобы немедленно оценивать, вы думаете, что если они могут такое проделать с рекламой, они не могут такое же проделать и проделывают, и знают точно какой, какой, у какого образ мыслей? Да, конечно, знаю. То есть будет без того, чтобы человек знал, набирается определенное количество очков, если он набирается там больше, чем 144 очка, то поступает заявка, и выезжает вот этот самый воронок под названием там, написано, действительно будет написано Amazon, или будет написано EPS, или что-то еще, неважно. Тебя будут заходить в дом с оружием, вскрывать, как они вскрыли во время, так сказать, там вот самый приятель Трампа, да, при Трампе, при живом, они с воем в 5 часов утра пожилого человека, который никуда не собирался убегать, они ворвались в его дом, доставили на него те самые автоматы, если бы он дернулся, убили бы его и жену, а то мы говорили, потому что он дернулся, все законно было, да, и отвезли его, а потом отпустили, а что, просто так спектакль сделали, все хорошо, вот, нас отпускать не будут, господа, значит, нас будут забирать, а потом мы будем пропадать, но пропадать мы будем, может быть, они будут гуманны и будут отправлять нас в лагеря, правда, перевоспитание, вот, где эти лагеря будут, не знаю, там, в Гвантанамо точно не будет, в Гвантанамо они отменят, зато они сделают лагеря, где-то на территории, там, Китайской Народной Республики, вот, так что, вот, с этим надо бороться, мы обязаны с этим бороться, как бороться, еще пока не знаем, очень важно, чтобы Трамп проявился в этом смысле, чтобы его не поставили в положение, при котором запрещена любой вид деятельности, и я думаю, что это сегодня единственный человек, который может подтолкнуть вот это движение и консолидировать его, и этого они и боятся, и этого они и боятся. Да, похоже на то. Но есть, остается некая надежда, поскольку, что касается Республиканской партии, как мы уже выяснили, среди членов эстеблишмента Республиканской партии, довольно много людей, которые ненавидят Трампа не меньше, чем демократы, в силу шкурных политических интересов и так далее. А Лиз Чейни, в частности, которая проголосовала за импичмент, очевидно, не может простить Трампу, когда он критически высказывался по поводу действий в Ираке во время Буша и Дика Чейни, может быть, поэтому, но, в общем, что будет с партией, у меня возникает, да, кстати, вот еще такой момент, по-моему, республиканцы проиграли в Вирджинии, только потому, не только потому, вернее, Макконнелл рвет и меч это обвиняет Трампа в том, что республиканцы проиграли в Вирджинии, а, по-моему, республиканцы проиграли в Вирджинии, потому что Макконнелл заблокировал вот эту двухтысячную подачку американцам то есть она звучала как 10 народ действительно страдает у народа нет денег и трамп поддержал эту идею хотя на самом деле с фискальной точки зрения это идея совершенно безумная потому что предполагалось раздать по 2000 всем кому надо кому не надо кто кто нуждается кто не нуждается неважно но в принципе это прозвучало как такой вызов среднему американцу дескать нечего вам получать по 2000 я думаю это появилась одной из главных причин почему но не считаю там фальсификации всего остального почему республиканцы проиграли на сенатских выборах вирджинии а правда маконул еще раз говорю обвиняет во всем трампа и он к сожалению времени больше не остается как всегда очень интересно очень познавательно несколько несколько депрессивно я понимаю но твои точки зрения надо смотреть правду в глаза абсолютно спасибо огромное спасибо до встречи в следующей жизни